здесь ситуация такая вот то что происходит между наукой и религией это в определенном смысле смешно причем смешно со стороны не способность сосредоточиться ученых. есть люди которые могут сосредоточиться есть которые не могут и те которые не смогли сосредоточиться и подались в учёные они некоторыми местами кидаются на религию не понимая на что кидается и суть претензии им что-то кажется по отношению к религии, они не могут это вышептать, ну, суть претензии, и не понимают основания, с чего все началось, почему они кинуются на религию. Вот фундаментально, если взять два продукта, научный, цивилизационный, скажем, общемировой, который считается, английская, англоцарская версия физики, космологии, и взять религию, сравнить по качеству этих продуктов, да, выяснится, что один из этих разделов вообще недостоверный, ни в каком смысле, да, вот мы взяли, взяли физику и взяли космологию англоцарскую, большого взрыва точно не было, черного дыр точно не было, картовые норы фейк, вот это вот все фейк, да, темная материя фейк, и вот такой длинный-длинный червоточины там пошло-поехало, это все фейк, это не научно, это через пару поколений, может раньше это сменится, и будут люди смеяться над этим, да, как это там в 21 веке забавляли с такими вещами, но если что-то точно известно, что это невозможно с физической точки зрения, вы выдвигаете, это лженаука, это фейк, это вот мы взяли науку, да, фейковая наука и религия, а что такое религия? Это сборник сведений, в основном исторических, о том, как наши народы проживали, да, какими традициями пользовались, что какие-то рекомендации в плане жизни, это инструмент, позволяющий выжить. Причем наука не предоставляет никакой альтернативы религии. Ну, скажем, вся наша цивилизация пользуется плодами религии, их не замечая, и наука не может предоставить никакой альтернативы религии. Ну, допустим, где, в каком учебнике вы прочитали, что организованная группа лиц сильнее, чем неорганизованная группа лиц? Вроде да, простая истина такая, да, откройте, какой-то надо учебник открыть, да? Вы же как бы это нигде не почерпнете, ни в каком обществовании в своем, так далее. А организованная группа лиц, что такое религия? Это организованная группа лиц, которая, пользуясь определенными установками, дает возможность выживать широкому группу лиц на данной территории, где эта религия доминирует. Есть представление, что религия вообще как бы не нужна, она такой отсталый, отсутствующий фактор. Я приводил простые примеры, связанные, когда вы последний раз на могилке своих родителей были, по какому поводу. Вы там бываете исключительно по церковному поводу, религиозный праздник, который вас привлекает каждую весну, день памяти, посетить могилки родителей. То есть, если бы не было религии в вашей жизни, вы даже на могилках своих родителей, собственно, бы не были. Дальше, что вы будете делать, как вы будете консолидироваться в боевых случаях, когда нет электричества, нет связи и так далее, вообще ничего нет. Как вы соберетесь в группу? У вас единственный шанс собраться в группу, это если батюшка там зазвонит в колокола на храме, да, любопытные придут, и какая-то организация получится. А так вы вообще даже новостей не сможете получить нигде. Это вот элементарные боевые инструменты, которые присутствуют в нашей жизни, да, на уровне организации, которые мы видим колокола, но мы не понимаем для чего. Дальше, религия – это боевой инструмент, который позволяет именно вашей группе этнической выжить на этой планете, защититься от других групп. Ну, вот свежие примеры. Вот мы знаем, да, что развалилась Югославия, ну, мы не знаем, по какой причине это произошло, но это нормальная религиозная война. Это католики побеждали православных, вот реально. Такой забавный факт, в 1991 году в Германии велась подготовка пасторов, вещающих на сербском языке. Подготавливали под это дело ребят из Украины массово, то есть Югославия еще как бы не зашла даже в процесс вот этого развала, уже готовили людей, которые будут заниматься перекалибровкой в католическую веру или в близкие конфессии. Это и такие глубинные процессы, которые происходят. И сейчас, ну, в принципе, все войны, они в определенном смысле религиозные. Сейчас у нас в Украине это перекантовка украинского населения в католическую веру. Захват Белоруссии в любом случае будет к переформатированию белорусов в католики. Это процесс, католики воюют с нашей верой с православной, мы об этом как бы не знаем, но это вот реальная война. Теперь, если выбить все религии со всех территорий Земли, это место через какое-то время заполнится, появятся новые религии или реплики старых религий, и там, где они будут, будут образовываться государственные образования, которые будут захватывать мир. С этим ничего не поделаешь. Противопоставить этому ничего невозможно. А вот инструмент борьбы с населением какого-то государства, вам надо победить это государство. Вы разрушите на территории этого государства основные государственные инструменты. Вот разрушите религию, это государственный инструмент. И вам легче будет победить это государство. В принципе, в течение длительного времени с помощью различных фондов населения Российской Федерации и заставляли кидаться на православную религию целенаправленно. Везде была куча этих активистов. Носились, кидались на православие, создавали письма противорелигиозные, против влияния религии на общество. Кто этим занимался? Это занимались представители импортных фондов. То есть, нашу страну разматывают, расчленяют посредством вот этого воздействия на религию. И привносят садомистские идеологии на нашу территорию. То есть, всякие ЛГБТ-расты, всякие вот эти вот садомиты, они у нас пользуются информационными потоками приоритетными. Это все пытается транслироваться на наш этнос, чтобы наш этнос разрушить. То есть, уберите религию, запустите садомитов. Общество станет гнилым. Почему вы в этом обществе не сможете там наковырять защитников территории этого общества? Пусть там болезненные носятся вокруг западных сладостей, в это все веруют и на это на все кидаются. Очень замечательные материалы. Предоставлены тут были... Тихон Шевкунов, это наш российский священник, предоставил материалы по истории России. В каком состоянии была Россия на момент вот этих злостных революций, принесенных из дня. Это документальные материалы, из которых бронебойно следует, что Россия была на высочайшем уровне развития, образование, медицин и так далее. Это все шло вверх, развивалось усиленными темпами. Мы были на лидирующих позициях, мы выходили вообще в полноценные лидеры в этом мире. Это все на документальных фактах показано. Наши товарищи коммунисты эти все факты исказили в свое время. Представьте, 75 лет они там в России правили, коммунисты, и им надо было как-то оправдывать свое существование здесь, и они брали нам про историю России. Они нам говорили, что Россия – это была отсталая страна, и так далее, и так прочее. И пришли коммунисты, и вот началась тогда настоящая жизнь. Ничего подобного, это вранье гнусное. У нас страна была экономически, интеллектуально развита, во всех отношениях мы шли к светлому будущему на полных парах. А вот эти вот британские агенты, разваливающие коммунисты, это британские агенты, разваливающие нашу страну, они превратили, вот буквально застопорили развитие российской цивилизации, и буквально экономический крах практически создали, из которого мы еле-еле выбрались, и уже, несмотря на это, пошли потом, благодаря человеческому, недобитому нашему человеческому потенциалу, пошли все равно по этой вот технологической ветве развития. Посмотрите, пожалуйста, Тихона Шевкунова на Ютубе, материалы называются, вот эти материалы, пожалуйста, посмотрите, и вы все поймете, что происходит с Россией. А те, кто не понимает, вот эти вот наивные нео-коммунисты, это вот враги нашей цивилизации. Вот представьте, люди, которые сейчас, в 21 веке, топят за коммунистический путь развития для нашей страны. Это враги народа. Вот это интеллектуальное ничтожество, это враги народа. Ну, кто, допустим, вот когда Гоблин Пучков, Клим Жуков, да, на канале на своем, вещает на широкую аудиторию, воспаляет коммунистический путь развития. Кто это такие? Вот это враги народа, это британские агенты, агенты влияния. Вот агент влияния, он может быть, ну, нанятый за денежки, да, а может быть просто полезный идиот, который за что-то тупит, во что-то уверен. Они не понимают, да, что Карл Маркс – это британский агент. Вот это факт. Вот исторический факт. Открываете Википедию, смотрите, кто такой Карл Маркс, где развивалась его деятельность, через какие фронты, где они с Ридрихом Энгельцем получили подпорку, где они были сформированы как концепт, да. Кто такой Троцкий, кто такой Ленин? Это обычные агенты из-за рубежа, внедренные в нашу страну. Все вот как сейчас, да, вот как вот Майдан, да, в Украине произведен извне. То же самое, вот эти вот Троцкие, те же самые Ленины – это вредители. Дальше есть представления такие, вот, а, февральская революция, а, октябрьская революция – это разные вещи. Это не разные вещи, это крылышки одной большой мухи, которая гадила на нашу Родину. Это процесс, когда вы бросаете в банку кучу пауков, они начинают друг друга грезть и уничтожают все. Вот это вот, и начиная с пятого года, и в семнадцатом, это все, это один большой ужас, который информационно накинут был на нашу страну, который в результате доступа к средствам массовой информации и на то время печатным изданиям спровоцировали движение ображения. Было это все жестко управляемо через фонды происхождения импортное. Посол Британии в нашей стране руководил этим всем. Это просто обычно внешняя инвазия людей, которые умеют это делать, умеют ломать империю. Вот они сломали нашу империю, уничтожили нашу жизнь, загнали нас в отставание. Если сейчас, вот смотрите, если сейчас мы по каким-то показателям отстаем в развитии техническом, интеллектуальном от зарубежных стран, то вот следствие все как раз, вот именно вот этих вот сломов нашей страны на старте Российской империи. У нас были очень сильные кадры. Вот тот набор людей, тот генофонд, который мы выбивали в гражданскую войну, это наши лучшие люди были, мы их повыбивали. У нас были очень сильные кадры, у нас был интеллектуальный старт, у нас развитие, ну вот эти вот парижские выставки взять, когда мы представляли достижения определенные российские, когда там в плане бытовой техники уже в те времена, в плане бытовой техники, в плане там стерильных машинок и так далее, это все было уже развито в Российской империи. Когда рабочий получал зарплату больше, чем он сейчас получает, это факты, ну вот в практическом исчислении, если перейдем в продукты питания какие-то, это было больше, чем рабочий сейчас получает тогда в Российской империи. Это все сломали, сломали по-моему каски из-за рубежа. Поэтому религия в этом во всем играла стабилизирующий фактор. Религия сдерживала наше государство, в мирном существовании удержала. Благодаря религии мы сами себя не убивали, мы могли спокойно развиваться, потому что для того, чтобы развиваться, вам надо не воевать в рамках своей деревни, вам надо не воевать в соседней деревне, с соседней областью, все должно быть в мирном направлении, и религия этому в значительной мере способствует. Когда у вас на управлении регионами стоят верующие люди, у которых есть высшая духовная власть, которой они в определенном смысле следуют, и вам просто верховная религиозная власть говорит, ребята, вы не воюете, они не воюют, если они религиозные люди. А если у вас там католический или какой там пастор сидит там, принимает решение в православной стране в Украине, и стоит вопрос, воевать или не воевать, да он воевать, и все, и на него уже элементов влияния нет никаких. И там вот набрали вот этих вот окатоличных, а сектанствленных, сектанов, короче, набрали в управление нашим, в принципе, кто такие украинцы в плане государственной оценки? Это сепаратисты. Это вот наша страна, один народ, да? Мы один народ. До революции в России мы были одним русским народом, который делился на малоросов, на великоросов и на белоросов. Все мы были русским. Украинец был русским. Великорос был русским. Белорус был русским. Мы были русскими, да? Все были одним народом. Потом пришли британские агенты-коммунисты и с участием этого Лазаря Кагановича запустили вот эту подчеркнутую генерацию украинской национальности дополнительно. Был создан вот этот язык, на котором до тех времен никто не говорил, не было этого языка. Его специально генерировали. Генерировали, добавляли слова, пытались это все раскорябать, раскорябать, увеличить. Это вот была создана вот такая вот фантомная вещь. И сейчас, в принципе, происходит, что русские люди на русской территории сами себя уничтожают по причине того, что часть этих людей русских не управляются своей страной. Вот люди внутри этого образования государственного не могут управлять своей властью. Власть управляется из-за рубежа. Британия сказала, что Украина будет воевать до последнего украинца. Это сказала Британия. То есть, холопы британские оправят Украину сейчас. Зеленский посещает офис МИС-6 в Лондоне, как глава государства посещает офис иностранной разведки. Это стыд-позор. И это вот происходит реально... К чему приводит отсутствие религии? Потому что религии во власти, в управлении. Вот отсутствуют религии в управлении Украиной. Там же нету православия. А раз нет православия, там вот эта вот садомия, которая разрушает государство, и мы сами себя убиваем. Это вот то, что на практике происходит с нашим государством, если мы не уважаем, если мы уничтожаем свою религию. Вот это вот реальность. Поэтому от религии отстаньте. Знайте, что тот, кто вас толкает на религию, это вредитель государства. Как наука реагирует на религию? Как религия противостоит науке в этом плане? Вот наука как реагирует на религию? Вот те люди, которые не смогли сосредоточиться, те, которые думали, что в мире есть что-то волшебное, и приписывают это волшебной религии. Вот в религии нет ничего волшебного на самом деле. Вот религия не говорит, что мы волшебники какие-то. Не говорит, что там кто-то из наших был какой-то волшебник, что это все вымышленный волшебный мир. Этого нет. Это религия, ну давайте, кто такой Николай II? Это реальный человек. Религия там в окон анонизировала, да? Семья Николая. Это реальные люди, это историческая информация. И когда мы пойдем глубже-глубже, да, в религию, да, мы будем сталкиваться, что речь идет о реальных людях. То есть историческая информация, которую совершали такие поступки, и среди этого нет ничего волшебного. Вот если кто-то будет там потом говорить, что Иван пришел в студию и создал свет. Вот ты создал свет, ты включил свет сегодня? Ты создал? Создал. Ну, в этом манускрипте, где об этом поведано, там же не говорится о том, что ты создал фотоны. Логично. Ну, а свет есть. Если какой-то ученый будет говорить, а это все придумали, вранье, что Иван не создавал никаких фотонов, это все шарлатанство. Ну, что мы скажем? Человек не может сосредоточиться, да? Иван создал свет в данной студии. Свет есть? Есть. Какие концепции, это зависит от слабоумности и того, кто это рассматривает. И вот применительно к религии, вот если любой случай берешь, начинаешь раскапывать, раскапывать, оно все получается технически возможно, и если о чем-то речь о таком неведомом, то эта речь ведется именно либо о некорректности мышления сопоставления, либо некорректности терминов, либо некорректности понимания. Ну, да, вот в этом направлении. И речь в основном идет о гигиене мышления. Вот когда, ну, скажем, цивилизация начинает скатываться во что-то нерациональное, и религия как бы дает базу мышления для людей, набор восприятия этого мира, который позволяет людям самим себя не убивать и как-то существовать, развиваться, коллективно развиваться в этом направлении. Вот это вот роль религии. Причем религия по некоторым позициям настолько глубока, что она решает вопросы, которые не решает ни медицина, ни наука. Вот вопросы душевного спокойствия для многих людей, ну, 12%, например, людей на нашей планете, это существенно важные проблемы. Душевное спокойствие. Какая-то религия им дает эту возможность. А многим людям, для многих людей душевного спокойствия это не существующая проблема. Вот он бегает в детском садике или там по школе носится. У него все в голове настроено прекрасно, ему до какого-то душевного спокойствия нету, даже не понимает, не знает, для чего это надо. А потом ему там через 20 лет это потребуется, например, душевное спокойствие. И он в детстве может эту вазу разбивать, а потом в каком-то возрасте искать, а у него ее уже нет. Вот примерно такое детское отношение общества к религии в данный момент. Дальше. Отношение к религии было в определенной мере подорвано кадровым составом. Это когда у вас какая-то работа не является престижной, и на нее заходит, ну, не тот лишний состав, скажем, не того уровня. Применительно такая проблема была в свое время, когда статус религии, рейтинг религии был опущен, вот туда заходили, в принципе, не те кадры, которые бы могли заходить. Но единицы и, в принципе, большая масса таких единиц такие же, вот как отец Тихон, митрополит Тихон Шевкунов, да, как отец Ларион. Это очень серьезные в интеллектуальном развитии люди, которые вот в религию зашли и формируют как бы суть православия на территории России. Таких людей действительно намного сейчас, их видно, это прям серьезные мыслители, полезные для развития и существования нашего общества. А в интеллектуальном плане, ну вот здесь мы возьмем Тихона Шевкунова, который обещает об истории, говорит факты, да, и возьмем того же Клима Зукова, историка, в кавычках, не в кавычках, я не знаю, что лопочет наивная Клим Жуков ради своей идеологизированности, да, и что говорит Тихон Шевкунов, ну Тихон просто перечисляет факты. Так вот эти факты место не оставляют от идеологии того же Клима Жукова. Это если брать по истории. А если взять про качество информации, то, что вещает Тихон Шевкунов, и взять Стивена Хокинга, то мы имеем один серьезный ученый, который нам дает историю, инструменты развития общества, сохранения общества, и имеем фантаста Бретанутова с этих островов. Все, который лопотал несостоятельную в научном плане информацию. Вот то, что бредил Стивен Хокинг, это почти полностью нефильтрованный бред, который распространили на мировое сообщество, в том числе на нашу страну. И сейчас вот я в комментарий попался, я не знаю, набежит он или нет. Ну, представьте, человек пишет, что как вы смеете говорить так о современной науке, ибо все, чем мы пользуемся в научном плане, это достижение современной науки. Ну, это наивность. Вот большой взрыв не помог не одному техническому устройству создаться. Есть разные понятия. Вот инженерия и современная наука. Вот инженерия у нас движется с самого начала, технические устройства создаются, порой вопреки даже теоретической базе, и вот они с современными разделами физики вообще никак не связаны. И вот это наивные дети, которые думают, что теория относительности что-то помогла создать. Вот как современная наука это теория относительности, теория большого взрыва, теория множества, даже эта математическая куча всех вот этих гомеоборфностей, гомеобразий, подпространств. Вот это вот вся предотвращение. Это разделы, мечты, как следствие от мечты, вот эта вся космология на этом построена. Эти разделы не создали ни одного устройства, не могли скорректировать, поправить ни одного устройства. Вообще ничего полезного в течение 100 лет вот от этой современной науки не произведено, никак не связано с ядерной отраслью вот этой вот сказки теории относительности. Вот есть вранье про это, вот что Е равно МС квадрат как-то связано с ядерной энергией, это вранье безграмотное, люди не понимают это. Что теория относительности дала какие-то поправки для чего там она дала. Для GPS это тоже вранье, просто люди этого не понимают. Это обманутые, наивные люди, такие простачки, идиоты, которые верят в то, чего не понимают. Справочно. Современная наука в том виде, какую она сейчас имеет, для инженерной отрасли вообще никакого вклада не несет, не внесла и не может внести. Она только внесет надсажение инженерного направления за счет теоретического. Когда деньги все утекают на теоретическое направление, а инженерное направление вынуждено развиваться само собой практически без финансирования. Ну, хотя бы на производстве развивается. я не делаю комментарии, боюсь предположить, что он говорит не о том, что там вот эта вот наука что-то сделала, а то, что то, чем он пользуется сейчас в обычной жизни, каким-то образом связано с этой наукой. Вот не беря внимание, что практически все, чем мы пользуемся, было изобретено уже сто с лишним лет назад просто каким-то образом это модернизировано, прокачано инженерным способом. Ну, нет ни одного устройства. Ну, вот наутбук не связанностью вероятная седерность. Вообще никак. Ну, как? Ну, с большим взрывом он не связан, с космологией он не связан, с многообразиями он не связан. Это вранье. Ей равно МС квадрат эта формула не несущая, никакой связи с ядерным взрывом, с ядерной энергетикой. Это вранье. А им это в голову напихали, то есть создали группу идиотов, доверчивых идиотов, которые что-то поверили. Это распространенные тезисы, что Ей равно МС квадрат как-то связано с ядерной энергией. Этот бред нес Арнольд по нашему телевидению, академик Арнольд в передаче у Капицы нес этот бред. Он стал привычным растранслированным. Дальше про поправки релятивистские с GPS. Они правда думают, что есть какие-то поправки, они что-то поправляют, что в этом есть какой-то научный смысл. Это доверчивый идиот, они поверили в это. Вот если у вас нет логической связи внутри теории относительности в самой, там дверь, солдат и холодильник. Вы подменили предмет счета геометрической, мерности, взяли, добавили туда время, получили путаницу, в которой ни одно млекопитающее дальше не ориентируется. Все млекопитающие, занимающиеся теорией относительности, они дезориентированы. Они путаются в этом, не создаются. Им кажется, что это что-то умное. Что в этом умного они не знают, детали этого всего они не знают. Ну, они в это верят, на это молятся. Ну, чтобы стать специалистом в теории относительности, надо прежде всего взять и изучить континуумный метод. Вот открываете энциклопедию, открываете континуумный метод и читаете. Вот такие, раз открыли, нашли до буквы К, континуумный метод, а, а что-то тут нету континуумного метода. Тогда идете и читаете определение, что это такое континуум. Это у вас получается некая однородность, слияние чего-то однородное. Начинаете выяснять, где подмена терминов, как это может быть время и пространство однородны. Ах, они неоднородны? Значит, это континуумный метод какой-то некорректный? Пишем теоретическую базу по континууму. И так далее. Это все обычная работа, которую может проделать каждый специалист. И выявили, где тут, что тут. А без континуума нет и теории относительности. Если нет научного фундамента по теории относительности, то вот эта вся плешивая бредятина, которую там они настучали клювиком по клавишам, это все лженаучный продукт. Вот человек, занимающийся теорией относительности, шарлатан с клеймом, прям на лобике клеймо. Теория относительности, значит, ты шарлатан, ты конченый жулик. Вот без вариантов. Это мошенник, бретаноидный мошенник, агент влияния. Эти агенты влияния преобладают над нашей системой образования. Жулье. Есть такое ядро, серединка, процентов 60 таких спокойных людей. Есть правые радикалы, есть левые радикалы. А есть радикальные фанатики, неважно чего. Вот приведи его в одну религию, он будет радикальным фанатиком этой религии. Приведи его в пионеры, он будет радикальным фанатом пионерии. Приведи его в коммунист, он будет радикальным коммунистом. Это вот фанатики. Так вот в чем суть фанатизма. Фанатики в принципе в определенных условиях это полезные люди. Если вы контролируете вот это фанатское движение радикалов, то ну вот смотрите ну альтернативный путь развития России. Допустим в царской России году так там что это в 905 была бы контролируемая группа фанатиков, которая перерезала нахрен революционеров. Ну просто так пару тысяч революционеров какие-то фанатики христианские взяли бы да вырезали. Потом часть из этих религиозных фанатиков посадили бы на кол за лишнюю лютость. Сократилось число революционеров, сократилось число фанатиков. Россия бы продолжила естественный путь развития. Сейчас бы в России было бы население 600 миллионов человек. Мы были бы на первом месте экономического развития в мире. Мы были бы самой передовой страной на планете. Что плохо? То есть радикалы в этом плане они могут спускать определенные парни. Тут как бы двухсторонняя вещь где добро и зло. Что вам проще? На каком-то этапе 2000 человек особенно залютовавших внешних агентов уничтожить или уничтожить несколько миллионов собственного населения. Что в историческом плане более грамотно? И как в этой же конве вопрос смертной казни и вопрос полномочий. Вопрос полномочий. Если у вас есть полномочия, ну допустим, так гипотетически рассуждая, но бунтари какие-то развивающиеся из-за рубежа, ну вот если человек принял на себя ответственность и убил там бунтаря, который ломает страну, подошел ему по телепушке негуманно сделал, да, уничтожил, это же плохо, да, с точки зрения общества это обсуждаемая, осуждаемая вещь. Но с другой стороны исчленение из-за борота вот этих вот очагов бунта, очагов зла, мы не воспринимаем бунт как очаг зла, но бунт это очаг зла. Исчленение из-за борота вот таких на старте очагов зла, оно сдерживает общество, не дает ему разрушаться. Поэтому тут природа как бы сама все в определенном смысле разработала. Это же неспроста, у нас есть такая градация по населению, кто-то лютый реакционист, в любом случае бунтарь, кто-то не лютый, кто-то спокойный. это дает нам возможность совместного существования. Если бы все люди были ровные и спокойные, то тоже как-то бы это сказалось на нашей жизни. иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом об действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но 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 дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok